Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Павел Михно, расскажу о выставках, которые открыты в областном центре. А также немного поговорим о том, как с пользой провести летнее время и о других интересных событиях и фактах. Сегодня на территории Гомельской области синоптики прогнозируют небольшую облачность, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 29 градусов, ветер юго-западного направления скоростью до 5 метров в секунду. И в продолжение темы. Как сообщают синоптики, первая половина рабочей недели будет пасмурной, но теплой. Сегодня и завтра температура воздуха составит в среднем 27 градусов. Почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Так что на всякий случай не забывайте брать с собой зонты. А вот в четверг в Беларуси снова похолодает. Осадки будут редкими, но воздух прогреется максимум до 24 градусов. По данным долгосрочного прогноза, прохладная погода в стране сохранится и в выходные. Музей истории, печати и фотографий Гомельщин открывает посетителям Молдову. Там работает выставка под названием «Молдова. Страна и люди». Автор – фотограф Дан Гуцу. Его снимки отражают быт людей, живущих в глубинке, и передают истинные эмоции. Особое место в экспозиции занимают работы, отражающие обычаи и традиции страны. Погрузиться в современную Молдову можно только до 29 августа. Для посетителей библиотеки имени Герцена открыта выставка «Путешествуйте с нами». Автор фотографии Андрей Валенков предлагает совершить путешествие в музей под открытым небом в Пирогово. Фотографии дают возможность заочно прогуляться по тихим улочкам села. На снимках – виды с ветряными мельницами, деревянными церквями, домами и колодцами 17-18 веков. Выставка открыта до 14 августа. Вход свободный. Вальс цветов. Выставка под таким названием открыта в Гомеле. На ней цветы и пышные букеты, которые завораживают не только красотой, но и реалистичностью. Ведь многие полотна похожи на фотографии и даже кажутся осязаемыми. Притягательность и нежность изображенных растений объединяют все работы. А написаны они учащимися Гомельского государственного художественного колледжа. Стать позитителем выставки в Российском центре науки и культуры в Гомеле можно до 31 августа. В Гомельском молодежном театре репетируют спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова. Этой премьерой театр завершит 28-й сезон. Может ли один человек изменить мир внутри и вокруг одной семьи, если семья этого не желает? Что может быть мучительнее вопросов о смысле собственной жизни самому себе? Ответ на эти и другие вопросы в новом спектакле. Его герои много думают и говорят, а еще много спорят. Но в споре не рождается истина, потому что это спор-борьба. Старая жизнь с новой, в котором никто не слышит друг друга. Но обязательно находятся виноваты. Кемьерные показы запланированы на 6 и 7 августа. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». В сегодняшнем выпуске, в передаче, речь пойдет о варикозном расширении вен. Включайте телеканал «Белорусский Терегомель» в 19 часов 30 минут. К другим интересным новостям. На востоке Индии обнаружили черепаху с необычным ярко-желтым окрасом. Эта находка была передана зоозащитникам, и те предположили, что животное – альбинос. Защитники дикой природы отметили, что это уникальная особь. Весь ее панцирь и тело желтого цвета – это весьма редкое явление для черепахи, увидеть которое везет не каждому. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос адвокат и медиатор Анна Журавлева. Расскажет о возможностях раздела совместно нажитого имущества супругов в случае расторжения брака. Не переключайтесь. Хотелось бы отметить, что имущество, нажитое в период брака, является общей совместной собственностью супругов, независимо от того, на кого данное имущество зарегистрировано. И в случае распада семьи, либо по иным причинам, которые возникают у супруга, возникает необходимость раздела совместно нажитого имущества. Кодексом о браке и семье предусмотрено, что имущество, нажитое в период брака, подлежит разделу в равных долях, если иное не предусмотрено условиями брачного договора. И как раз-таки брачный договор является соглашением супругов, которым они могут предусмотреть иной по сравнению с законодательством порядок раздела совместно нажитого имущества. Как в период брака, так и после его расторжения. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и он может быть заключен как лицами, вступающими брак, так и лицами, которые уже находятся в браке с супругами, вплоть до расторжения брака. В случае, если возникла необходимость у супругов, либо уже бывших супругов разделить совместно нажитое имущество, то они могут обратиться в нотариальную контору для заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Но данное соглашение может быть заключено при условии, если все вопросы, связанные с разделом имущества, были оговоренными супругами и согласованы. Как правило, суд разделит имущество между супругами в равных долях. Однако вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом останутся неразрешенными, что породит возникновение новых конфликтов. Поэтому наиболее экологичным является вариант раздела имущества путем участия супруга в процедуре медиации, где они могут принять решение, которое будет устраивать их обоих, в отличие от судебного решения, где, как правило, кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Какой же из вариантов раздела совместно нажитого имущества будет предпочтительнее в вашей ситуации, вы можете решить, проконсультировавшись с вашим адвокатом, либо участвуя в информационной встрече с медиатором. Как провести летнее время с пользой своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало отдельных советов и проверенных вариантов, что важно практически незатратных финансово видов досуга. Меня зовут Кристина, мне 18 лет, учусь в ГГУ имени Франциска Скорина. В 2006 году увидела чемпионат мира по волейболу среди женщин, финал Бразилия-Россия и поняла для себя, что это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Волейбол полезен только в том случае, если им заниматься непрофессионально, потому что любой профессиональный вид спорта, я думаю, любой спортсмен согласится, что это не просто для здоровья делается, это скорее какие-то гладиаторские бои. Поэтому волейболом нужно заниматься только в свое удовольствие, если просто хочется поиграть, в свое удовольствие на пляже, допустим. Вот действительно полезно на песке попрыгать, потому что это минус лишний вес, так скажем, плюс тонус будет для всего тела, как минимум. В Гомеле есть множество, абсолютно огромное количество секций. Это школы, волейбольные классы, как это было в моем случае. То есть с 5 по 9 класс я была в волейбольном классе. Также на пляже, пожалуйста, на любой гомельский открытый пляж, если прийти, можно увидеть висящую сетку, через которую не проблема поиграть. Как всегда, новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение солнечным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова